Чехлы для телефонов, шкатулки, украшения, товары в интернете Марина заказывает уже 5 лет. Недавнее приобретение – это кофта, которую теперь носит часто и с удовольствием. Рассказывает, чтобы товар пришел вовремя и надлежащего качества, важно правильно выбрать ресурс. Девушка ориентируется по отзывам и рейтингам. Я пробовала на других, я пробовала европейские сайты. Конечно, у них качество получше, защита персональных данных, то есть они всегда отслеживают, что ты пишешь, просят, например, лишнюю информацию не вбивать. Доставка быстрее. То есть здесь ты знаешь, что через две недели ты получишь свою вещь. К сожалению, на китайских сайтах может пройти месяц, и два, и даже три, а может в итоге и не прийти. На надежность ресурсов советуют обращать внимание и специалисты. Важно, чтобы на сайте был указан юридический адрес компании, данные о регистрации, а оплата производилась на банковский счет организации, а не частного лица. В прошлом году на действия интернет-магазинов жители пожаловались в управление Роспотребнадзора свыше сотни раз. Основные причины – посылка пришла слишком поздно, нет возможности вернуть товар, не предоставлена информация о продавце и продукции. В 13 случаях виновников обязали выплатить штрафы. Специалисты советуют, прежде чем заказывать товар в интернете, хорошо изучить свои права. Потребителям следует знать, как бы заказывать товар через интернет, что у него есть право вернуть товар, то есть до получения в любой момент, после получения в течение 7 дней. Но если потребителю не представлена информация в письменном виде в момент получения товара о сроках возврата, данный срок продлевается на 3 месяца. Кроме риска не получить товар, в интернете существует куда более серьезная угроза – мошенники. Чтобы не нарваться на них у опытных покупателей, отработана техника безопасности. Самое главное – не прикреплять к сайту свою банковскую карту. Использовать какие-то сервисы электронных денег. Когда ты заводишь профиль, нашел себе товар, положил под этот товар денежку, перечислил – все. То есть, опять же, в любом случае, тебя, ну как, мошенники не найдут, не взломают и не украдут твои деньги. Но все же, говорят эксперты, безопаснее всего оплачивать товар при получении, когда есть возможность проверить его состояние и качество. А если все-таки попали в неприятную ситуацию, направить письменное обращение в Роспотребнадзор. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, Дмитрий Мешканцов. События.